Вот они составы на ваших экранах. Мы готовы уже ехать и смотреть пистолетный раунд. И это будет карта Денюк. Поехали про 100. Будет раскидка от Дефа. Также Айван Молотов. Флешка, флешка Смуки Осколочная, которая уже полетела на дверь. Это будет, возможно, очень быстрый выход на точку. Да, попытаются пройти на нижнюю базу или нет. Выход на верхний план. ТАСС. Виктор Войта створит невероятные вещи. Этот человек только что своими руками пишет историю. Три минуса. Да, все получается. В итоге Айван последний. Бомба на точке Б. В итоге за дефолтом устанавливается. Но при этом три бойца команды Кингвин готовы идти на этот ритек. Напоминаю, что нет дефолта. При этом есть хатшот по тазу. Но Маус уже дальше не отпускает противника. Обидчик пал. И это 1-0 в пользу защиты. Вы знаете, да. С такого, конечно, не очень приятно начинать. С одной стороны. С другой стороны. Просто поставили бомбу. И у них будет еще лучше бай на девайс. Ну вот интересное решение сейчас нас с вами ожидает. Будут ли закупаться про 100 во втором раунде. Либо это будет экономический. Либо слабый форс. Но тут действительно вариантов уже более чем достаточно. Особенно с учетом последнего апдейта в плане экономики. Ну что ж, какое решение. Вот СГшка у Айвана на руках. ЕМПшка у Екиндера. Ну знаете, тут можно и калаш купить. Нет, все-таки. Да. Будут Галилы. Я думал, что калаш кому-то сбросит. В итоге на руки. Но нет. Кстати, посмотри, все с арморами. Да, да. Ну в итоге тут еще интересно, у кого будет получше бай. Потому что гранат это команда Кинвин очень быстро тратит. Там уже есть засланный казачок через вентили, действующий на точке B. Саш, я, конечно, могу ошибаться. Но есть подозрение, что простошники в первом раунде не покупали арморы. Да. Потому что во втором Галилы, СГшка, арморы, арморы. Правда, раунд проигрывается без шансов. Да. Ну, в общем, был позитив в начале хотя бы, который очень быстро развеялся. 2 в 5 ситуации. И Киндер вместе с Ларичем. Это очень сложно, учитывая то, что бомба там еще не стоит. И она на руках у одного из бойцов простона. Дело в том, что все пушится. Моус сообщает о том, что никто не выходил в радио. И с другой стороны, мы ждем выхода через точку B. Там у нас есть все-таки игрок. Ну знаешь, это, наверное, первый тревожный звоночек. Хотя, подожди. Он не заметил. Он до сих пор не видит игрока защиты. Да ладно. Над собой не проверяет Маус. Хотя мог еще там, вернее, Якиндер порезать кого-то. Но не получается заработать себе убийство. Да, еще и деньги. Там были на кануну. Фларыч последний на улице. Но были бы, наверное, какие-то шансы, если бы здесь два минуса произвел бы Якиндер. Ну, только в этом случае могли бы рассчитывать на возвращение в этом раунде. Итак, 2-0. Просто проигрывают свою закупку. И знаешь, я действительно, опять-таки же, попытался посчитать, сколько же денег должно было быть у Просто, чтобы позволить закупиться себя таким образом. Они не покупали армору и пистолетов. Не забывая о том, что там было две раскидки. То есть там и Молотов залетел, и три гранаты у второго игрока. То есть, по сути, был уклон только на гранаты. Ну, да, это интересно. Но это не работает. К сожалению, против Квинган сейчас вновь будет очень сложный раунд для Простого. Это, опять же, пистолеты. Одна флешка полетела уже на точку. Но не слепой ТАС принимает. Нет, не принимает никого, только хайдшот от Фларыча. В итоге еще и там Раллин ошибается. И Киндер его ловит. 5 на 3 ситуация. При этом бомба будет поставлена очень быстро. Да, вот теперь непростое выбивание для команды Кингвин. Постараются грамотно использовать гранаты поляки. И после этого, ну, начать выбивать Простошников с верхней базы. Итак, выход пошел. Девятка зашевелилась. Есть минус, но и размен от Простого. Ой-ой-ой, там красный деф остается. Фларыч тоже прогибает. Но нет, не получается убить в итоге Мауза, выходящего на девятку Мауз. Дальше прошелся по Юкиндеру. Деф последний. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Должен выйти, но он уже тут читается. Да. Прочитан и обезоружен. Последний игрок команды Простого. Ну, такой шанс вам дали ваши соперники. Выход на точку Апада. Ну, флешку. В итоге два фрага. Бомба поставлена. Но здесь нужно было играть на размен. Против девятки 100%. Там Мауз дал очень важные фраги. Или даже вот выпускать как-то его. Вот, то есть, посмотрите, он еще спускается, убивает и Киндера. Но это рассинхронизация атаки команды Простого. Ну, знаешь, когда он уже добивал последних с Юспи, они были красные. Ну, да, да. Там надо было Простожникам действовать максимально синхронно и вместе пытаться продавить выбивающего игрока с девятки. В любом случае попытка неплохая. Ну, зачет, скажем так, но с минусом. Команды Простого. Бомба поставили. Денег заработали. Айван будет с АВП. 4 АК-47 от остальных. И с другой стороны есть кому ответить. Минист тоже со снайперской винтовкой. Ну, осталось теперь показать задумку в атаке. Действительно, у Простого должен быть хороший арсенал раундов. Потому что карта нюк. Без действительно тактических заготовочек, каких-то сюрпризов играть крайне сложно. Агрессия от Духи. Дыха, точнее. Ну, и вот Дух уже отправляется в следующий раунд. Да, и Киндер, подкрепляя действия своего тиммейта, забирает еще одного агрессора команды Кингвин. И уже можно вот так вот просто зайти под степом на точку А. Заметь, таза по-прежнему не прочекали на будке. Сейчас будет интересно. Виктор Войтас. Есть первый минус. Ну, со вторым уже вряд ли справится. 4 в одного. Минист СВП с большой вероятностью отправляется на сейв. И постарается этот девайс реализовать уже в следующем раунде. Слишком уж активно пытались выйти на свои первые фраги ребята из команды Кингвин. Там и Секретка попыталась выйти в соло против Скалы. И то там она вышла, но никого не забрала. И в итоге только еще Скала, которая была на свече девайса, его там с одного этапа забрала. Но с другой стороны, в общем-то, и выход такой очень неплохой получился через мейн. Видимо, защитники этого не ожидали. Ребята, только что был промокод. Не пропускайте их. Заходите на сайт vplay.tv. Раздел коды. И там все это дело можно вводить. И завтра будет еще больше розыгрышей, скинов от vplay. Кстати, а ты не располагаешь информацией, что там приготовили наши ребята в качестве призов на завтрашний день? Ну, уже разыгрывали АК-47, были также снайперские винтовки, если я не ошибаюсь. Там должен быть нож, если не ошибаюсь, какой-то довольно симпатичный. И, в общем-то, ребята, подумайте об этом, потому что, ну, по сути, ну, код еще, наверное, появится на экранах. И нужно, кстати, та самая бабочка, которая находилась только что в руках у миниса. Не обязательно в такой раскраске. Но именно нож в бутерфляй будет разыгран для тех, кто активно следит за промокодами, отправляется на сайт vplay и вводит его. Так и есть. Пятый раунд. На ваших экранах снайперская винтовка Айвана должна еще петь. В прошлом раунде, в общем-то, не особо это поработал, потому что остальные попадали четко в голову. И вновь выход на улицу от команды просто. Кстати, хорошее решение. Стена смоков, проход на нижнюю базу. А ведь у Кингвин две снайперские винтовки. И, знаешь, вот эта динамика атаки простошника в этом раунде может действительно сработать. Минис. Это будет первый рубеж выхода на точку B. Там неплохой молотов от F выгоняет в обратно. Он будет уже из дистанции принимать противника. Но Дэв сообщает своей команде о том, что через вентили никто не работает. Флажка неплохая залетает, но Минис отходит. Тут очень важно было, конечно, забрать вражеского снайпера. Пока что не получается. Пяточку замечает у Дэв. И все-таки забирает противника. Пять на четыре. Пока что не было размена. Слишком далеко находились остальные бойцы Кингвин. Итак, минута времени до конца этого раунда. Просто остановились, выдерживают паузу. Они раздобыли численное и важное для себя большинство. И теперь постараются подвавить поляков на ошибках. Еще один минус. Дэв забирает Раллина. Три в пять ситуация. Вот теперь действительно зеленый свет на нижнюю базу. Да. Первым номером выступили здесь просто. Они диктовали свои условия. И наживка команды Кингвин. Вы знаете, тут опять же таки попытались они принять соперника на секрете. В итоге ошибка отменится. И это уже было, ну, такое начало провала. Потому что никто в итоге не вышел на размен. ТАС последний, МП-9, было бы круто кого-то забрать. Может быть, вынести АК-47. Но дело в том, что вместе должны отходить про 100. Ну, разве что и Киндер здесь может потерять свой девайс. Ну, знаешь, ищейки ползают по карте в про 100. Пытаются добрать того самого легендарного игрока команды Virtus.pro. Конечно же, в прошлом. Ну, найдут ли Виктора Войтеза? Отдастся ли он без боя? Итак, МП-9 против АК-47. Эта перестрелка выиграна без каких-либо шансов. Да, тут сам уже вышел просто на прицел к сопернику Виктор Войтез. И это минус экономика для команды из Польши. Однозначно здесь, возможно, будет какое-то укрепление. Или раш, или просто вот вместе через рампу. Там на аточке можно тоже посидеть и по максимуму минус экономика устроить своим соперникам. Кстати, Кензор пока что не включался в статистике. Это 0-0-4. Ну, за него работает остальная команда. Но рано или поздно его услуги тоже здесь будут нужны. Кстати, вот знаешь, один, наверное, из самых таких неоднозначных персонажей в составе. Просто этот парень может как зажигать, так и пропадать. Вот в какой-то момент ты только его видишь, а потом бац, и а где Кензор? Ну, ты знаешь, может быть, не то чтобы из-за него, но из-за таких вот моментов у кого-то из игроков местами там где-то ситуации такие возникают, то, что вот кто-то проседает и кто-то играет нестабильно. Возможно, из-за этого они топтались на месте очень долгое время. И вот не получается выйти в эту мейн-квалификацию мейджора. Кстати, уже какой раз подряд. Да, да. И, ну, где-то были ближе, где-то были дальше, в общем-то, на последнем майнере. Если честно, я ожидал большего от них. И, ну, немного расстроился, скажем так, исходя из того, что увидел. А выход уже дальше продолжается. Просто подходят по девятку. Там два бойца команды Кингвин и Раллен, который сообщает о том, что, ну, действительно, очень много игроков атаки прошло уже в эту позицию. И Айван уже готов вырваться. Тут Раллен неплохо вышел. Собрал в итоге Барыча. Кензор под собой прочекал Мауза. Три на два. Да, что же дальше? Подбирают два кастрок седьмых поляки. А вот теперь интересное решение. Будут ли стараться драться за победу в этом раунде, либо отправиться на сейв. Оба решения, ну, скажем так, где-то 70 на 30. Они хороши. Но, опять-таки же, приоритетно было бы сохранить оружие с учетом отсутствия дефюз-китов. Хотя после минуса от Раллена можно и попытаться. Ну, тут дефу абсолютно не обязательно было чекать кого-то на этой девятке и просто держать эту точку за собой. В итоге Айван замечает Министер. Тот тоже играет неаккуратно. Но тут нужно было уже принимать критическое решение, учитывая то, что ситуация накалялась. И у вас нет дефузов, а бомба уже тикает. В итоге Раллен просто уже после этого ушел на сейв. Акаф 47. У него также две флешки. И следующий, уже седьмой раунд, будет закупкой для обеих команд. Ну, знаешь, не самое однозначное начало на картинюк. С учетом действительно хорошего выбора стороны для кингвинов. Но начинают не так уверенно, как хотелось бы. Наверное, в первую очередь для фанатов польского коллектива. А вот простошники радуют. Сегодня атака забирает довольно много раундов. И уже сами ребята из просто показали то, что не будет легкой прогулкой сегодняшнем. Баст оф три для кингвин. И распы довольно неплохие, чтобы выйти даже быстро на точку. Это довольно интересно, может оказаться. Какое решение принимает в итоге капитан Просто. Три игрока сразу же у кингвин отправляются на рампу. Там будет минимальная раскидка. А потом уже можно вернуться на улицу плюс девятку. Да, точно так же, как и в прошлом оружейном раунде. Просто двигаются по улице. Стена Смаков, по-моему, на этот раз не так быстро, конечно, передвигаются ребята под руководством Арсения Треноженко. Но, тем не менее, направление атаки ясно понятно. Кстати, вот четко видно, что Минису сообщили, что могут противники очень быстро проходить через секрет на улицу. Вернее, наоборот, в общем-то, через улицу на секрет и дальше на точку Б. Ну и Раллен поджимается уже под мейн. Возможно, будет заход в спину. Но там уже Айван с АВП контролит эту позицию. Минис под девяткой. Но пропускает массу тут игроков своих оппонентов. В общем-то, кингвин. И дело в том, что нужно как-то перетягиваться. Они попытаются угадать. Масса стяжек сейчас ожидается на точку Б. Так, ну что, Дыха и... Кто это? Маус? Да, должны отправляться на нижний. Минис вместе с ними. А вот это провал про Махатаевана. Правда, флариш ситуацию исправляет. 4 в 4. 50 секунд до конца и просто не торопится. Ну, тут у Мауса, конечно, козырная позиция. Посмотрите. Ну, молотов летит прямо под него. Там еще и простело дефы. Но это дефолтная позиция. На самом деле, очень часто игроки... Игроки, вообще команды, которые очень часто играют нюк, именно таким образом пытаются прочекать данное расположение. Но это было четко. Да, четко. В итоге такая же четкость была у Екиндера против Раллина. Деф. Дальше идет дыха. Падает таз последний. Сверхопытный боец команды Кингвин. Здесь ничего нам не может предложить, кроме сейва. Да, действительно. Поляки, казалось, были готовы к выходу на нижнюю базу. Но то, как проверяли и проходили позиции просторшники, задействует... Точнее, заслуживает отдельной похвалы. Да, четвертый раунд. И вы знаете, это уже плюс экономика. Посмотрите вообще на деньги Екиндера и Кинзора. Вот Кинзор, может, и не убивает, но и не умирает особо. Вот дальше мы отметили то, что только 0-4 было. Айван тоже при деньгах. И это будет еще одна снайперская винтовка. Да и, в принципе, Екиндер себе ее сейчас забирает, потому что теряли они тут и снайпера. Ну и таза тут, ты знаешь, нет никакого смысла, наверное, искать. Хотя, с другой стороны, у вас деньги есть. Но лучше уже отойти, всем свои деньги сохранить, бомбу взорвать и, наконец-то, выйти вперед. Вопросы только к команде Кинген. Потому что лично для меня не хватает где-то контроля улицы. Возможно, стоит поподжимать немного эту позицию, чтобы там себя так просто нагло не чувствовали и не вели. Пока что как-то прямолинейно обороняются поляки. За это их простошники наказывают. Тем более, наши ребята уже неоднократно показывали этот раунд. Проходят по улице. Но почему-то действительно без внимания оставляют его поляки. Была бы вместо команды Кинген более опытная пятерка, то уже бы поджали там красный. И как минимум не дали бы так проходить. Но, наконец-то, есть снайперская винтовка. Ралин будет встречать Айвана и Дефа, если не ошибаюсь. И там на скале также есть один боец. Фларыч не спешит пока, что опасается выхода через секретку. Тут уже простелы залетают. И Кензору заигрываться здесь ни в коем случае нельзя. Так, а это минус Кензор. Как раз-таки продолжает нам не хватать этого парня. Ответочка от Айвана. Забрал Ралина. Кстати, тоже такой интересный момент. Вот забрал только что в скрипе противника. Зачем выходить на следующем на улицу, учитывая то, что у тебя там минис находится, но за контейнерами. То есть у него там контроля нет вообще никакого. Деф не наказывает минису, хотя мог уже его отправлять в следующий раунд. 4 в 3. Это меньшинство для команды Простон. Но есть хоть какой-то контроль улицы. И под этот смок можно еще что-то придумать. Итак, минута времени у Простон. Простон получили меньшинство. Три АК 47-х против двух пистолетов и двух девайсов команды Кингвин. Вот теперь было бы неплохо уже окончательно определиться с направлением атаки, двигаться в одном направлении. Но, как видим, этого не получится. Один игрок в перестройке, два выходят на рампы, подловил Деф минису. Это хорошие новости. Попытается пройти под девятку, но и здесь главное контролировать себе спину. Да, там два дегла на руках у Мауза и Дыхи. Один из них уже в перетяжке через секретку. Дыха спускается в обутку. Флешка у Дефа. На чек все очень четко. И здесь нет никого. Можно запоминать. Да, но рано или поздно там будет выход от Таза и Мауза, но они закрыты. Посмотрите, Молотов какой ювелирный летит под противника. Мауза в итоге забирает Деф, но к такому был игрок защиты не готов. Ну, знаешь, нравится мне решение про 100. Не торопятся, действительно четко взрешивают ситуацию и принимают грамотные и очень крутые решения. Ну, а Кингвин наоборот очень сильно спешат. То есть, по сути, есть какой-то фраг, уже есть какой-то плюс, вместо того, чтобы отойти и сыграть в большинстве на размен хотя бы, они постоянно лезут идти, ну, лезут, вернее, стреляться. То есть, они понимают то, что соперники будут идти на эту улицу, но вот можно против нее как-то грамотнее играть, а не вот просто так вот напрямую пытаться как-то прорваться. Ну, это касается как раз-таки снайперской винтовки Раллина, который очень круто начинал данный раунд. Но в итоге он заканчивается крахом для Кингвин. И Киндар забирает. Так, это плюс вторая снайперская винтовка для Кингвинов должна быть. Угу. Ой. Таз. Ну да, Таз в итоге выходит, наконец-то, секретки там. Ну, слишком далеко находился еще один боец команды «Простом». Ну, по-прежнему очень погранична выглядит закупка Кингвин. С учетом того, что сохраняли две снайперские винтовки, однозначно будут закупаться, но это будет закупка без коктейлей Молотовых. Если даже их и будет, то очень мало. Кстати, вот на картинку эти гранаты действительно максимально нужны. Да. Коэффициент от нашего партнера ES.bet. Ну, пока все еще более-менее ровненько. Да и непонятно, как еще просто будут играть в защите против такой атаки Кингвин, ну, которую они смогут нам показать буквально через минут 20. И это размены, которые были. Айван с АВП играет хоть и пассивно, но самое главное то, что эффективно. Ждет выпада и сразу же убивает соперника уже не впервой. Такое случается. Дев. Отличная работа. Как раз таки он сделал массу работы для своей команды, чтобы взять этот раунд. Ну, по сути, да. Отрезал улицу. После этого занял верхнюю базу. Контролировал выпад с винтов. Ну, и именно он сделал огромный вклад в победу про стол. У нас небольшая, я так понимаю, тактическая пауза. Ну, действительно, полякам уже есть повод задуматься. Не все идет по их плану. Хорошо начинали, взяли пистолетный раунд, устояли против бая команды про 100. Ну, а вот дальше, действительно, пять подряд. Это реальный повод задуматься и что-то менять. Да, дело в том, что это уже некомфортная позиция, в которую попадает команда Кингвин. Дыха готов, кстати, рунить смоки на улице этим молотовым. Но тут совсем другая тактика. Выход на очку Б. Вернее, А или Б. Тут не спускается никто в вентиле. В итоге ТАЗ забирает Айвана, будучи полностью слепым. Кензор тут же на размене. Раллен вместе со своей командой тут должен не давать соперникам поставить бомбу на базе. Ану Фларыч и Киндер отвечают по сопернику. Ситуация 2 на 1. Дыха на девятке наконец-то появляется СВП. И Маус тут должен уже как-то сыграть. Тут и позиции противника, который на дефолте все еще ждал выхода через скрип. Ну и дождался того, что тут был спрей. И успешно он выводит команду Кинген на четвертый раунд. Ты знаешь, мне почему-то показалось вначале, что это будет такой выход быстрый через скрип, но при этом кто-то уйдет на Б. Вот там не хватило действительно какой-то флешки, которая залетела Виктору Войтезу и походу ослепила выходящего игрока команды Pro100. Вот размена на будке, ну, мы ждали именно первого минуса. Но ТАЗ красавчик собрался, практически в блайнде забрал первого игрока. Ну и по сути своими действиями положил начало взятию этого раунда. Да, в такой ситуации однозначно важно делать первый минус защите, потому что это дает возможность для перетяжки остальным игрокам, которые там могут быть закрыты за смоками в мейне, на девятке тоже там под раскидку выходить. И здесь уже появляется крокодил на будке, готов съедать противника на скрипе. Дыха, довольно коварная позиция, кажется, для него в коннекторе. И здесь вот вопрос только команде Pro100, прочекают его или нет. Айван на улице уже проверил выходы на ангар и решила вернуться обратно. Возможно, кстати, Pro100 сейчас решат сыграть через рампу, потому что там они давно не появлялись. Но тут два варианта развития событий. Могут продолжить действительно двигаться по улице. И здесь могли парни потерять бдительность. Каждый раз они не встречали сопротивления на позиции длины. И это может сыграть с ними злую шутку. Ну, все же есть воздействие на улицу. Там остается только один игрок простого. Дэв пытается пройти, но это легчайший фраг для Дэхи. Да, так оно и получается. Ну, 5 на 4, но при этом все взоры на Мауса. Как он принимает рампу пока что непонятно. Флешка неплохая полетела и спускается опорник уже на точку боя Минис. Подходит на Хелпу, но получит под себя бутылку. Тут очень сложно будет помогать, но с другой стороны Pro100 еще имеет шанс вернуться обратно в ноль и попытаться ворваться на базу А. Кстати, хорошее решение оставляет одного игрока на рампах, который, скорее всего, будет двигаться по таймингам на девяточку, но втроем будут раскидывать аплэнты и пытаться атаковать базу А. Ну, пока никто не вырывается в мейн. Раллен там остается, получает под себя смокинзор. Есть хатшот против Раллена. Таз, включается минус бомба. Отличная работа, 3-4 в итоге ситуация. Айвон не вышел. Нужно идти убивать соперника. Нет, не, получается Таз, здесь король положения. Еще один фраг, третий уже залетает. Но и Киндер там, конечно, попытался, но все же только одного Таза ликвидировал. Дыха тут как тут, 5-5. Команда Кингвин наконец-то смогла, ну, немного стабилизироваться и показать уверенность в бай-раунде в защите. Ну, как минимум два подряд забрали. Это действительно уже, ну, скажем так, некий прогресс. После отданных пяти подряд поляки отвечают двумя взятыми раундами, ну, и находятся в шаге от того, чтобы уронить экономику Pro100. И это в первую очередь чего добивается команда Кингвин. Да, согласен с тобой, Юрий. Но все еще есть деньги для команды Pro100. Правда, без снайперской винтовки для Айвана. И ты знаешь, мне кажется, что он сам подумал, что, ну, где-то, возможно, негде ему развернуться с этим АВП. И с Калашом он будет эффективнее в этом раунде. И у Кингвин ничего, по сути, не меняется. Там минис тоже с Авиком, Крокодилу Таза, все остальные с автоматикой. Это проход Дефа. Очередной в секретку. Кстати, интересно то, что он первый пошел в авангарде атаки, но за ним команда не спешит идти. Ну, запустили, скажем так, на разведку, не встретив сопротивления. Деф занимает для себя комфортную позицию, но, опять-таки же, Дыха все понимает. И Дыха как раз-таки делает уже двойное убийство, забирая Дефа и Фварича. Действительно, колоссальное преимущество раздобыли Кингвина в этом раунде. Таз подкрепил. Крокодил в руках капитана команды Кингвин. Это вещь опасная. Да, пока Хароний, это самое жесткое в этом девайсе, это то, что он еще и зарабатывает много денег. То есть, по сути, после предыдущего раунда там-то заработал себе банк, по сути. Ну, троих забрал, это плюс 2 400, плюс победа в раунде. Ну, короче, на ровном месте Виктор Войта пятерочку заработал. Ну, и здесь Кинзор дальше проходит вместе с Айвоном. Тот забирает Раллина, тоже неаккуратно сыграл игрок защиты, но Таза пропускает, Таз тапает. И забирает оппонента при выходе в секретку. Там еще и Маус должен закрывать позицию. И стопроцентно будет информация о том, что бомба не находится на улице где-то. То есть, или она уже прошла под девятку, или непонятно, вот как она играет. Ну, вот уже Маус находит последнего оппонента. И это 6-5, Кингвин смогли все-таки выйти вперед здесь. И мы обращаем внимание на деньги команды Pro100. Они в наличии. У Кинзора, Айвона, у остальных проблемы. Да, интересное решение сейчас будет, скорее всего, от тренера команды Pro100, Сеня. С большой вероятностью это именно он использует функцию тайм-аута и постарается как-то встряхнуть своих подопечных. Ведь проходы по улице больше не работают. Действительно нашли. Ну все, Дыха там случился. Слушай, я вот сколько не смотрю на него, там секретка просто. Он там царь и бог. И заметь, позиция меняется, а результативность Дыха нет. Да, то есть он там постоянно делает какой-то минус. Тут и в ангаре тоже поработал в этом раунде, который вы только что посмотрели. Да и в целом Дыха лично меня вот вчера очень удивил, потому что выступал довольно сильно, учитывая то, что он пришел из малоизвестного коллектива вообще в Кингвин. Кстати, была вчера новость о том, что Кингвина будут вскоре проводить ребрендинг и называться Black Devils. Черные дьяволы. И понятно, что Таз придумал это название, потому что он очень давно называл себя Тазманиан Девил. Тазманский дьявол. Да, да, да. Ох уже этот Виктор Войтус. Да, ну посмотрим, в общем-то. Ну, кстати, это хорошее решение. Вот знаешь, в качестве продолжения карьеры для такого именитого поляка, действительно создать свою организацию, постараться вывести еще, как действующий игрок, на высокий уровень, а дальше уже просто действовать со стороны менеджмента. Ну, это, по сути, то, что делают, ну, где-то похожие Астралис, где-то сделали MABR, там, Фолин и компания, да, то есть больше хотят участвовать в каких-то более серьезных процессах, потому что вы не всегда будете играть. Так, у нас довольно быстрый выход через рампут, тут уже Маус готов, спрей! Только одного забирает Кент Зора, но Дев тут же отвечает Менея с АВП. На Хлопе сработало, минус Парыч, и там еще ХАЕ ювелирная по Деву, который все еще пытался идти на размен. Да, Дев пытался продавить рампы, но наступил на ХАЕшку Миница, в итоге 2 в 4, бомбы устанавливаются на нижней базе. Есть АК 47 в руках Айвана, у Екиндера по 250, ну и ситуация очень сложная, просто не позавидуешь. Угу, но все же бомба поставлена Айван, отлично аймит Раллина. Это все происходит в секретке, Екиндер находит себе АУК, и здесь может оказаться команда Кингвин без рук, если сыграет не вместе. Ну и все же тут будет время гнать вперед Кингвин, там есть дефуза, напоминаю. Но Смок там очень приятный прилетает, и Екиндеру нужно перетягиваться таз, выход на него, все-таки Екиндер забирает его. Ну, Айван, какой врыв через окно, и тут дальше нужно идти, и все-таки просто выигрывает этот раунд. Как же круто получается отыграть именно Айвану, это герой. Да уж, раз, два, три, четыре, пять, изикаточка опять. 2 в 4, казалось бы, ничего не предвещает беды, но что-то пошло не так. Это что-то зовут Айван, Ванечка собрался, Ванечка, подобрав АК 47, взял и практически в Солянова разобрал Кингвинов. Ну, такое вы не хотите проигрывать, если вы играете за контртеррористов, если вы там только что набрали себе какую-то экономику, забрали себе там несколько раундов подряд. Это однозначно грубая ошибка команды Кингвин, учитывая то, что там, ну, не так уж и много было на руках у команды Pro100 в предыдущем моменте. Райлен готовит свой Смок в скрип, кстати, через эту дверь не так уже часто выходили Pro100, они сейчас делают уклон на улицу. Такое где-то мы уже увидели, не раз, в общем-то, флешки полетели, уже первый игрок за красным контейнером. Ну, заметьте, сейчас действуют более аккуратно, ждут агрессии со стороны поляков, Дыха там уже изрядно надоело, и простошники его опасаются. Ну и Райлену нужно включаться, я напоминаю то, что это один из тоже самых таких прожженных бойцов польской дружины, потому что уже успел выступить в многих коллективах. Ну, конечно, до топа 1 уровня не доходило, и здесь нужно помогать Дыхе, Райлену как раз-таки нужно выходить с этого Смока Дыха. Сам пока что отправляться, он неплох был в этой ситуации, но с другой стороны тут третьего никак уж не заберешь. Минис тоже подключается к этой катавасии, в общем-то, минус и Киндер, 2 в 4. Но при этом все-таки по Минису там неплохо попадали. Деф, Песе с Фларычем могут такое закрывать, если убить Райлена. Насколько он все-таки неуверенно там действует? Таз выходит на размен, нет, не получается. Деф играет уже дальше. Ну и 24,50 хп у игроков команды. Просто контурагрессия через улицу, но все-таки там уже след простыл. Хайден Сик какой-то только что демонстрировал Фларич. На распрыжке скрывается от поляков. Ну и проход на нижнюю базу. Проход на нижнюю базу, попытка установить бомбу. Правда, поляки это четко понимают и действуют вдвоем. Это, кстати, очень интересный момент. Заметили дефа, спокойно забрали. Итак, Фларич, Надежда на тебя. Шансов было очень мало, учитывая то, что была информация только по одному Маузу. И тут такой дабл пик от игроков команды Кинген. Поставил на колени последний вопрос то бойца. И мы вступаем в финишную прямую уже на первой половине. Проблемы однозначно по экономике у Атаки. Там уже по сусекам, скажем так, на скребле одни эти калальши. Там ЕМПшка будет на руках у Фларича, Дигалу Кинзора. Ну, у него откровенно игра не идет сейчас. Ну, надеемся, что во второй половине Кинзор будет реабилитироваться. И с учетом того, что действительно сторона контртеррористов располагает к этому, верим в первую очередь в возвращение Кинзора. МП-5, а нечастый гость появляется у нас сейчас на руках у одного из игроков защиты. В общем-то, получается ликвидировать и Киндера. Уже Квартетом продолжает атаку Простов. Флешка полетела на Длины. Фларыч должен выйти. Минис, встреча неплохая. Ну, продавили Миниса, при этом изрядно пострадали Простошники. Угу. Там, мол, это прилетает еще один под Айвана. Ну, тут очень важно закрывать спину. Раллиан должен заходить. Ну, тут все читается дыха, при этом разменивается против Дефа. Три на три ситуация. Бомба до сих пор еще не поставлена. У команды Кинген есть два набора дефузов. Ну, не будем забывать, времени более чем достаточно. Минуту до конца этого раунда дыха продолжает громить Простов. Практически в одиночку закрывает эту команду. Да, дыха душит. Вот не могут выйти у нас ребята через эту дверь. Вот и окна тоже не используются, учитывая то, что там масса противников. Но вот Мауза прочекали в очередной раз. Он за плентом не справляется. Айван простреливает оппонента. Два на два ситуация. Хаешка налево. Кинзору нужно выйти. И пока не спешат у нас ни таз, ни дыха. Но дыха будет играть вторым номером, потому что он красный. А таз уже должен на перетяжке читать выход на точку А. Ну, заметно, девяточки находятся. Поляк, правда. Макс седьмой. Диггл лучше справится с этой задачей. Там крокодил у таза. Ну и таз тоже с таким же девайсом дальше не пошел. Нужно ждать дыху. Вы знаешь, вот как раз таки это тот момент, когда ты пожалел, что взял этот крокодил. Ну да, тут дистанция слишком большая. Да и Макс Семерка не работает. Кинзор в итоге будет играть дальше с Диглом. Выход на девятку. Там уже противник находится на дефолте. Тазу нужно чекать. Позицию нет. Не получается. Кинзор забирает его. Это очень важный фраг дыха. Последний спускается вниз. 33 хп у него. И он должен пройти. Ой, как неплохо попадает в итоге Кинзор. Но самое главное то, что он еще и живет здесь. Выигрывает время и убивает дыху. Это седьмой раунд. Вот знаешь, мы ждали возвращения Кинзора. И наконец-то дождались. Пять фрагов. Один асист. Да, но с одной стороны вообще оказалось в один момент то, что про 100 закрыт. Да, вот они не могут выйти дальше на точку Б. Там неплохая откидка. Гранат была от Кингвин. Но Маузу нужно собраться. Потому что его постоянно ловят за этим дефолтом. И дело в том, что команду он подводит. Потому что именно эта позиция за дефолтом позволяет там еще дальше передвигаться куда угодно. И при этом шумно передвигаться команде про 100. И об этом их соперники не будут знать. Какая агрессия. В итоге минис Раллен отвечает. Но там уже три фрага от про 100. Так, дальше Раллен. Включается минус Айван. И, ну, бомба должна куда-то уже входить. А она на улице лежит. Да, нет понимания о том, где находится бомба у поляков. Деф забирает Раллена. Последний минис. Топает Фарич. Все это контролирует. И спокойно его забирает. Знаешь, вот один из самых эпичных моментов первой половины, наверное, это перестрелка Виктора Войтеза против Кинзора. Когда Крокодил стреляет с маг седьмым. Девятка против Плэнта. Ну, я это запомнил надолго. Кунг-фу окажется сильнее, да. Но тут было сложно команде Кингвина. Знаете, семь раундов это не то, что вы хотите вообще увидеть у себя после первой половины на карте Данюк в защите. После поножовщины. Мы так тут говорили, что настолько важно все-таки забрать себе эту половину. Но, с другой стороны, просто оказались намного сильнее. Они большинство своих ходов провели вообще на улице. И команде Кингвин понадобилось довольно много времени, чтобы дойти до того, чтобы нужно было более активно играть как раз-таки по улице. Там Дыха пришел, где-то Раллен подключался, да и Минист тоже с АВП. Если честно, очень нестабильный был, но свои 10 фрагов набил. Но это не важно, учитывая то, что вы все же 8 раундов этой атаки смогли отдать. И при этом, заметь, Юрий, то, что у нас было два момента, когда атака выходила на точку Б, защита это 100% читала, и при этом не смогла принять вообще нормально. Ну, это говорит как о слабостях защиты, так и о сильных сторонах атаки, которую готовит тот самый Арсений Треноженко. Знаешь, наверное, еще какой момент не стоит забывать? 8-7 это очень скользкий счет. Это счет, который позволяет тебе расслабиться. Ты вроде бы сделал все, что от тебя требовалось. Ты взял 8 раундов в атаке, но проиграв пистолетку, проиграв первый оружейный, все это преимущество, и ты уже далеко позади. Особенно для защиты это может такая ментальная ловушка быть, потому что вот еще один какой-то девайсный, и все, у тебя нет денег. Фларыч там должен уже принимать улицу. Проходят пока что большинство команды Тим Кингвин на секретный, и это будет очень быстро перетяжка или нет от защиты, потому что, ну, по сути, большинство увидели, да и бомба тоже вроде как появлялась. И что там делают Кингвин вообще в этой ситуации? Тут важный момент. Минис отжимается под скрип, и его все-таки Киндер читает. Выход через мейн. Решили вернуться в итоге. Вернулись прямо на хедшоты от команды про 100. У нас Кингвин, но Дыха отвечает двумя против Дефа и Киндера. Девятка работает. Фларыч врывается. В итоге Маус последний против троих. Да, такую ситуацию спасти будет сложно, но все же Маус постарается. Есть бомба, есть легкий армор, есть дымочек. Ну и опять-таки же есть огромное количество времени. Если грамотно им распорядиться Маус, все может получиться. Главное тут по одному просто не играть. Агрессивно выпадов никаких нельзя делать, учитывая то, что у вас контроль есть над картой. По-хорошему, здесь надо играть на чек. Отталкиваясь от информации, вместо расположения соперника пытаться действовать максимально слаженно. Даже до этого дела не доходит. Киндзор в трубе подлавил Мауза и оформил победу в пистолетном раунде для команды про 100. Вообще, это, конечно, очень интересный раунд. Вот такая схема атаки Кингвин. То, что они в четром попытались выйти в секретку, там их всех заметили. И после этого принимается решение тазом. То, что, ребята, давайте вернемся и зайдем через мейн на точку А. Но дело в том, что там три был закрыт. И Киндзор еще и второго забрал без шанса. Но, в общем-то, попали в мясорубку. Это было больше похоже на какую-то заготовочку. Да, да. Вот байт, потому что там поляк стоял до последнего. И ждал какого-то экшена со стороны как раз-таки опорника в аплентат. Да, но никто не двигался, в общем-то. Такое ощущение, что просто в принципе там не только что прочитали, но еще и знали о том, что так могут играть поляки. Рабочий раунд. Почему рабочий? Потому что против пистолетов, хотя они с арборами. Но есть уже хайдшоты. Айван закрывает Мауза, таз последний, но ненадолго. Кто это был? Кто это был, кто спиной выпрыгнул к игроку атаки? Ну да. Забавно выглядело со стороны. Кстати, точно так же забавно, как и выглядел проход в пистолетном раунде поляков на нижний пункт. Просто, знаешь, какие-то джамп, джамп, джамп. Они пытались на распрыжке пройти, у них это получилось. Они никого не потеряли, но задумку реализовать так и не сумели. Деф решил ответить Виктору Войтусу, сказать, что ни один он может повелевать крокодилами. На точке, в общем-то, покупает он этот девайс. Это Ауги, Фларыч, Кинзор, Скаут и Фамас. И попытка выхода через деглы на улицу. Фларыч тут, конечно, должен очень аккуратно сыграть. Так, первый минус есть. Мауз забирает и Киндера. Неприятности у простошников. Как они его раскатывают. На самом деле там еще один хэдшот и все. Как живет Варыч. Министр при этом еще забирает дефа, который пытался выйти на размен. Но нет, это уже 2 в 4. Посмотрите, как же проваливается команда просто. Хотя там нет арморов, только не дефолтные пистолеты. Айван врывается по одному, попадает на Маус. Очень сильно проседает. Минус, и Рален. Но это Аз тут же с этого крокодила наказывает противника. Ай-яй-яй-яй-яй. Последний Кинзор по нему также получена была только что информация. Что это было? Просто только пистолеты без какой-либо задумки. Кингвин двигались, отталкиваясь от контактных перестрелок и просто были не против. Но, к сожалению, эти перестрелки проиграли. Кинзор последний. 47% здоровья, попытка упасть винты. Но там уже все под контролем Миниса. Ну, решили немного интереснее сделать эту карту. Ребята из команды просто этим раундом, будем честны. Потому что тут, я думал, что еще один рабочий залетит. Там на дистанции примут все хорошие позиции. В общем-то, Ауги, которые всех перестреляют. Но где-то там Фларыч сыграл. Ну, не уверенно, как он долго убивал этот мейн. Вернее, его верхушку. Ну, и остальные тоже там. Ну, там два дворка очень четко дергали его. Да, да. И Деф там непонятно куда ворвался с этим крокодилом. Тоже получил хэдшот. Ну, в общем-то, отличная работа от польской команды. Это уже готовится выход на улицу. Большинство направляется именно туда. Смок неплохой. Ралин пытается прошивать. Но и Минис тоже под этот прошив выходит, чекает возможный поджим. Они понимают, что за смоком может быть кто-то с плохим девайсом. Ну, кстати, вот до конца непонятно вообще, на что рассчитывают кингвины. Что рассчитывают увидеть в руках команды ProStone. Но там все очень даже хорошо. Там два Ауга, там МАК-7, там ФАМАС и какой-то еще девайсик. Так, смоком закрывается мейн. Это говорит о том, что возможен проход под девятку от игроков атаки. Там же, кстати, на улице у нас находится бомба на руках у Мауза. Флажка неплохая полетела от защиты. Но под нее никто и не думал играть. Деф пока что никуда не врывается. У него задача не пропустить в смок противника, если он будет настолько дерзким, чтобы попытаться зайти туда. И Айван тоже на улице должен давать свои фраги. Он за ангаром. Так, пока что затишь. Я ошибка от Айвана. Спровоцировали гранаты. Решил прочекать. Ну, по-моему, это было опрометчивое решение. Вообще такое ощущение, что где-то на 15 секунд команда просто попала в информационный вакуум. Потому что непонятно было, где находятся соперники. Раллен Минис погибает. Там работа от Якиндера. Таз слишком далеко находился для того, чтобы разменять. Он будет спускаться дальше под девятку. Но там уже еще один боец принимает Кинзор. При этом забирает дыху. Что вообще происходит? Таз не заметил игрока. Ой, еще и деф в итоге отправляет вам в следующий раунд. Маус последний против Фларыча и Кинзора. Нужно вместе сыграть 22 секунды до конца этого раунда. Маус учится на наточку. Ну, нет понимания позиции Кинзора. Да, нужно абсолютно все прочекать. И тут уже в спину выходит Кинзор. Это 11-8. И отличный ответ от команды Pro100. Кстати, заметь. Вот после смерти Айвана, который вышел просто так на инициативе прочекать, точно так же сыграл и Киндер. Только и Киндер, в отличие от Вани, сделал два минуса. И это, по сути, кардинально изменило расклад силы этого раунда. Да. И вылетает у нас один боец Кингвин. Надеемся, что очень быстро вернется. И у нас не будет задержек, потому что это последняя Best of 3. Первая карта, дорогие друзья. We play Luck and Low. Это и последний шанс. Или Кингвин, или Pro100 попасть в плей-офф. Кстати, победитель этой пары отправляется на... Там либо оптики... Не HellRaisers? Тут вопрос, опять же таки. У нас есть BIG, Vitality, HellRaisers и Optic. Да. То есть, ну, опять же таки, посмотрим сетку. Там наши ребята в аналитике тоже покажут все это дело. Смотри, Spirit на BIG, Furia на HellRaisers. И это либо Optic, либо Vitality. Да. И вот интересно, на кого? Ну, вот они коэффициенты. Ес точка бет. Ну, понятно, Кингвин будет очень тяжело. Но, с другой стороны, все еще реально. И эту реальность нужно показывать здесь, в этом раунде. В 20-м по счету. Контур, раскидка. Тут выхода пока что через скрип нет. Команда Кингвин пока чувствует себя неплохо на улице. Хотя предыдущий раунд именно там они проиграли. Вернее, под девяткой. Но проходили все время именно здесь. New Meta Gaming. 4 AUG плюс АК-47. И просто готовы ошарашить Кингвина в этом раунде. Закупочка поляков не так оптимальна. 3 АК-47, 2 дегла. По раскидке все очень скромно. Но по-прежнему мы все прекрасно знаем, что эти парни могут четко стрелять и действительно навязывать серьезное сопротивление. Нужно ставить с одной Айвену, если хотят пройти дальше Кингвин. Но тот держит очень хороший угол. Молотов уже полетел, но под него никто не играет. И такое ощущение, что должны сейчас выходить. Да, получается выйти тазу, но при этом ловит он хедшот от Айвена. Отличная работа против Мауза. Третьего забирает. Да, получается Дыха там падает. Но у Дыхи было еще меньше шансов, чем у остальных, которые тоже попали под этот спрей. Но в итоге вот так вот байраунд заканчивается. Просто в Солянова Ванечка закрывает этот раунд. Три минуса на нижнем. Дев хоронит министр. Раллен последний. Дигов в руках против пятерых. Такое уже точно не спасти. И это хорошие новости для простого. Денег у Кингвинов больше нет. Денег нет. Двенадцатый практически в кармане. И тринадцатый должны забирать точно так же бесплатно. Но мы помним, как они играли против пистолетов. Да, тут все же были некоторые ошибки на улице допущены. Но, наверное, Сеня там подсказал ребятам, что не стоит все-таки так активно принимать участие в этих перестрелках на дистанции. Учитывая то, что деглы все же у Кингвин сильны. Раллен в поисках своего фрага. В поисках каких-то возможностей, чтобы ухудшить экономику соперника. Но этих возможностей нет. Потому что никто из просто просто не двигается. Все заморожены. И они в таком замороженном состоянии выходят на свой двенадцатый раунд. И все ближе и ближе к победе идут на карте Денюк. Медленно, но уверенно двигаются к поставленной цели. Действительно, отжать карту соперника будет максимально приятно. А самое приятное, что впереди та самая карта кэш. Которую просто отыграли просто шикарно в матче против Кингвин. 16-3, да, был счет. И Кингвин тогда ничего абсолютно не показали. Такое ощущение, что было то ли неприятно против такого соперника играть, то ли просто были не готовы к такой прыти. И знаешь, мы говорили, что карта Нюк – это та карта, выиграв ножи. Ты однозначно выбираешь сторону защиты. То вот карта кэш – это больше сторона атаки карта. Ну, кто-то, ты знаешь, смотря против кого ты играешь. Все же я исповедую мысль о том, что это 50 на 50. Пересечение стилей. Так и в защите можно вытаскивать там с любого счета. При этом, да, есть просто стиль. И на стиле команда просто сейчас действует, потому что они никого не теряют. Это первое. Только там минус один ХП Кинзора, минус 11 Киндера. И остался в живых только один таз. Ненадолго, потому что тень видна. И тут будет уже легчайший фраг. Плюс статистики Фларыча. Тут уже момент для Кингвин. Все или ничего. Прямо здесь и сейчас, потому что 22-й раунд – это последние деньги. Не получается выиграть этот раунд. То следующий тоже будет форс. Ну и, по сути, уже на коне команда про 100. Кстати, посмотри, сколько денег у Ралина. Там всего-то навсего 2400, UMP-шка Армор. Одна флешка – это все, на что может рассчитывать поляк в этом раунде. Да и как-то максимально скромно. Ну, закупочка у Кингвина выглядит в целом. Да, а Уги готовы дальше работать как на улице, так и на секрете. Только один АК 47 от Кинзора. Дыха спускается неплохо. Будет врыв на точку. Они готовы. Да, деф, 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 деф. И нет дефа, абсолютно никакого здесь просто. Они погибли на точке А. Да, тут понятно, что 3 в 5 ситуация, и Киндер Фларыч, и Айван должны идти на сейф. Ну, особенно после этого фрага от Раля. На Айван врывался там. Ну, если бы он кого-то забирал, тогда бы можно было задуматься, чтобы идти дальше. Фларыч играет против экономики. Все же это спорное решение. 3 в 5, занятая верхняя база, установленная бомба. У вас не так уж и много денег. С учетом того, что Кингвины могут по-прежнему вернуться в эту зарубу, логичнее было бы сохранить 3 оружия, нежели 2. Ну да, я с тобой согласен. Но все же вы еще не вышли даже на 15-й раунд, то есть это даже не маппоинт. Ну вот вспоминая то, как действует Астралис, как только они понимают, что действительно ситуация не по шансам. И нам каждый девайс важен и ценен. Зачем нам тратиться? Зачем нам отдаваться? Ну вот к этому еще простошники не пришли. Ну здесь нельзя было идти, я с тобой согласен. Даже если у вас есть хороший бай на следующий раунд. С другой стороны хочется выбивать девайсы. Да, в итоге пошли еще и там под скалой, постреляли с поляками. Ну ладно, закупятся сейчас. Но вот представьте себе момент, ребята. Если команда Кингвин берет 2 раунда подряд, например, у них будет счет 11-13, то вы вспомните эти девайсы, которые были у вас в 22-м раунде, которые вы только что проиграли. Вот на секундочку представляем, что 3 девайса они сохранили, соответственно это плюс 4, а то и 5 тысяч. Но тут уже работа тренера, то есть я должен просто сказать, ребята, мы так не играем, мы так не выигрываем, потому что это неуверенность. Это приводит к тому, что у вас потом не будет денег. Что за дичь вы исполняете? Я бы так это назвал. Ну что, 4 АУГа, снайперская винтовка. У Кингвинов АК-47 и 1 АУГ в руках Раллина. На этот раз гранат более чем достаточно. И теперь поляки могут показать нам какой-то хороший раунд с раскидкой. Но, знаешь, отталкиваясь от воспоминаний, ну не так хорошо раскидка получается у поляков, как нежели вот эти быстрые раунды. Сплит-выход верхней базы, будка плюс пристройки сработал просто великолепно. Ну а сейчас выход как раз таки на точку. А там, ну, закупка будет. Да. Закупка, кстати, будет у троих игроков. У Миниса и Таза, он же Виктор Войтес, денег не будет. Ну и Маус тут все еще попытки выхода через секретку. То есть он вышел на очень хорошую дистанцию в этом раунде, учитывая то, что команда-то выходила на точку А. И Кинзор закрывает противника, хотя тот неплохо чекал данный угол, но особо-то не попал по оппоненту. 9-14, 5 очков преимущества у ПА-100. И важный момент, решение от Виктора Войтеса. Да, понятно, что это будут калаши, как Юрий сказал. Сазашко от Миниса, Таз с деглом. И нужна какая-то интересная тактика, то есть то, к чему просто могут быть не готовы. Показывали нам поляки уже один раунд, но вряд ли он сработает два раза подряд. И здесь надо опять-таки же показывать что-то интересное. Три игрока на улицу, два в направлении верхнего пункта двигаются, но это не настолько быстрый динамичный сплит. В какой-то момент поляки остановились и ждут агрессии со стороны просто. А ее нет. Все сидят и все понимают, насколько все-таки важно держать углы. Якиндер перетяжка через секретку. Он будет смотреть улицу. Кстати, там пока что никто не смотрит, только Маус отвлекается на это расположение, но без особых активностей. На карте у нас затиши перед бурей. Минута 20 до конца данного раунда. Ралин чекает выходы через ангар. Ну и Якиндер там, кстати, показался. Он выстрелил, так что тут сразу ХАЕ. Это баскетбольное. Как же это было больно, да. Просто в карман засунул ХАЕшку товарищ Ралин. Якиндер отъехал, так никого и не увидев. 4 в 5. Да, Кензор все на той же позиции, на которой он находился в прошлом раунде. Айван играет на размен. Это минус Ралин. Маус отключается от дефа. В общем-то, где размен? Ну, знаешь, как только дело доходит до перестрелок, почему-то поляки где-то растворяются. Шикарное начало. Минус ХАЕшки, но перестрелка, к сожалению, пока что без каких-либо шансов. Да, Кензор спускается на будку. Он понимает, что как минимум один игрок еще находится в аквариуме и может зайти как со скрипа, так и через его позицию, которую он должен закрывать своим телом. 30 секунд. Вы знаете, уже не так уж и много шансов на взятие этого раунда, потому что бомба там еще не на руках до сих пор. По дыхе была информация. Все-таки слишком активно открывается Кензор. Получает в итоге он хедшот. Минус идет по дефу играть. 2 на 3 ситуация. Флориш на размены играет. Пропускает еще одного противника по бомбе. Только что была получена информация. 12 секунд. Успеет или нет вообще? Ну, кстати, очень даже не факт. Или успеет? Должен успевать, но прям очень близко. А тут здравствуйте. А тут Ванечка. Ванечка со снайперской винтовкой, которая забирает 15-й раунд для про 100. И это маппоинт. Кингвин в очередной раз проваливается вот этой атаке. Вы знаете, да, вроде как была неплохая задумка вот пройти через улицу. Но слишком много времени потеряли. Слишком долго забирали бомбу, которую там тоже оставили. Ну и в итоге это помогло Айвену сориентироваться на карте с этим АВП. Знаешь, Саш, тут вообще все было неоднозначно. Хорошее начало. Хаешками Кингвины раздавали численный перевес. Ответ от про 100. После этого в ситуации 4-3. Зачем вы лезете стреляться? Пускай поляки выходят. Но просто подарили шанс. Но опять-таки же сами его закрыли. Хорошее начало. Айвен на улице забирает дыху. Большинство для наших парней. Ну и это действительно тот самый реальный шанс закрыть Кингвинтов на карте нюк. Спасут ли Маус вместе с Раллином? Команду Миниц уже отключается. Айвен все же карает дальше с АВП противника. Отличная работа именно от него. Его будем отмечать в защите. Ну и Тасс готовится выходить на голову. Но тут уже Айвен прячется. Никакого смысла нет в перестрелках. 3 на 5. И вновь. Есть улица. Но вот нет абсолютно ничего в плане там секрета подхода. Через девятку тут Айвен. Не самое лучшее расположение. В итоге Маус его прощает. Тасс добирает. Красного соперника выход на девятку. Неплохо. Фларыч Акензор. Минус. Минус. И последний Тасс. Виктор Войтас должен выходить здесь на улицу. Но здесь понятно, что читается. Фларыч или кто там уже сделает этот минус. Это будет точка. 16-9. Правильно говорить. Виктор легенда. Да. Великий человек, я знаю. Но вот он пытается посмотреть два минуса. В итоге... Ну нет. Якиндер правильно. То, что тут оба игрока остановились на девятке. Вернее, под ней. Они понимали, что Тасс может выйти еще на эту позицию. Причекает. Ну и вот, в общем-то, один из них закрыл.